Если духовная жизнь у ментальных инвалидов, имеется в виду синдром Дауна, аутизм в крайней степени, ну и там синдром на самом деле очень долго. Знаете, у меня один ребёнок с синдромом Дауна, десятый ребёнок с синдромом Дауна, и я с этим так знаком не понаслышке, хотя у меня есть ещё достаточно других детей тоже с всякими синдромами, которые я тоже их немножко знаю. Знаете, интеллектуальная жизнь – это же действенность жизни духовной. Можно быть очень образованным человеком и очень злым, и в духовном смысле совсем недалёким. И можно быть такой, знаете, ну так, как классика, неграмотной бабушкой, не очень развитой, очень доброй, который там потом все эти академики плачут, когда вдруг всё-таки померла когда-то, рано или поздно, потому что она очень добра, много добра делала. Но это у обычных людей. А у этих людей тоже, они тоже чувствуют добро и зло, они тоже чувствуют дух божественной энергии, они тоже чувствуют духовную жизнь, они чувствуют причастие. Да, они исполняться не могут, потому что они часто как маленькие дети, там трёх-четырёхлетние, это бывает даже ещё меньше. Но мы уже трёх-четырёхлетние детей причащаем, и не просто так, потому что мы знаем и верим, что это причастие тоже формирует духовную жизнь, она для них очень полезна, для младенцев. Вот они такие планицы по жизни, но они тоже чувствуют добро и зло. Вот мне одна женщина рассказывала, мальчик Сидором Дауна, она говорит, когда начинали в доме кричать, ссориться, ну так и семейные ссоры, он подбегал, обнимал маму, утешал, а моя дочка, у неё дочка Сидором Дауна, она говорит, тихо, тихо, не кричите. Вот. Или она так, знаете, брали так, вот так закрывала глаза, зажимала уши. Вот. И чтобы нам стыдно стало, что мы тут это кричим, не то говорим. Вот. Поэтому, а что это такое? Это чувствуется добра и зла. Притом у них это чувство, может быть, более обострённое получать, чем у нас, взрослых и развитых людей. Вот мы кричим, а она вот не может этот крик слышать. Значит, у нее более обострённое чувство добра и зла, чем у нас. Вот. А человек-то как спасается? Чем спасается? Чем-то там без стяжениями? Нет. Спасается добротой своей души. И, соответственно, ну или не спасается злобой своей души. А здесь это как раз и то, другое присутствует. Вот. И человек может добротой своей души даже вот с таким усечённым, разумом, тоже спастись. Кстати, у психологов есть такое понятие эмоциональный разум. Вот моя дочка психолог, нейропсихолог, точнее. И она говорит, ой, у Веры наша очень нравится эмоциональный разум. Эмоциональный интеллект. Вот она чувствует эти эмоциональные составляющие. Ну, а эмоции – это как раз носители тех или иных чувств, тех или иного, так сказать, заряда добра и зла. Вот. Она это чувствует. Так что, может быть, так оказаться, что я священник окажусь ниже в царственной бездне, чем моя дочка синдрома Дауна. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Продолжение следует...